Все-таки я про синтетические функции ее объяснил, потому что очень важно понимать тот вид малой теории реформа. Помните, с многочленом x в p-1 степени минус 1 разлагался по модулю v на множитель. Давайте вспомним. Одна из формулок малой теории реформа, два такая. Если перемножать скобки, то есть x-1, x-2 и так далее, x-p плюс 1, то есть p-1 подряд этих скобок, и раскрыть все-все-все, то по модулю v верно такое сравнение. Давайте подумаем, что нам дает данный случай. Очень просто. Мы получаем элементарные симметрические функции от чисел 1, 2 и так далее, p-1. На всякий случай напомню вам, что такое элементарные симметрические функции. Когда в 7-8 классе первый раз встречаются с квадратным трехчленом, то там есть такое замечательное вычисление. Если у нас есть два числа, корни квадратных трехчленом, то когда мы скрываем скобки, мы получаем x-квадрат минус альфа плюс бета плюс альфа бета. Был тогда? Так вот эти числа альфа плюс бета и альфа бета – это и есть элементарные симметрические функции. Если взять три скобки, x минус альфа, x минус бета и x минус гамма, понятно, что будет подлиннее выражение, но оно тоже абсолютно понятно. Смотрите, здесь будет сумма, дальше пойдет сумма попарных произведений и в конце пойдет минус альфа бета. Так вот это и есть сумма, сумма попарных произведений и произведения трехчлен. И в общем случае так же. Вот если вы представите себе, как перемножаются эти скобки, то совершенно ясно, что коэффициент при x минус 1 будет равен в единице, надо отсюда взять х. А при меньших степенях ситуация такая. Вы должны изместить эти скобы прочистка, а из остальных – x. И смотрите, здесь же почти все аффициенты 0. Когда здесь впервые получается не ноль, это минус единица. Эта минус единица получается, когда вы умножаете минус 1 на минус 2 и так далее на минус… А все предыдущие элементарные функции, они ныри. А дальше простая вещь. Оказывается, через элементарные симметрические функции выражаются все симметрические функции. Так называемая основная теорема о симметрических функциях. Она нам все равно еще нужна будет. Поэтому давайте воспользуемся таким поводом, чтобы ее доказать. Потому что все равно в какой-то момент нам нужно будет говорить о параличных числах. А когда разговаривать о параличных числах, то симметрические функции очень-очень-очень нужны. Давайте я покажу некоторые примеры. Скажу, каким образом выражается сумма квадратов через элементарные симметрические функции. Очень просто. Это нужно взять сумму, возвести в квадрат и вычесть. Разумно? Есть такая формула? Вот это симметрические элементарные функции. Кстати, это еще одно доказательство для задачи, с которой мы начали. Потому что только из рассмотрения этого многочлена получается, что здесь 0 и здесь 0 и здесь 0. Иначе сумма квадратов. Вот. Но давайте посмотрим все-таки общий случай. Пусть у нас есть какой-то многочлен от переменных х1 и так далее х1. И он симметрический. То есть если вы переставляете любые две буквы, то как-то там с ногами переставятся, но в общем многочлен останется тем же, что был. Есть элементарные симметрические функции. Давайте докажем, что наш многочлен через них выражается как многочлен. Доказывать это давайте индукцией по количеству переменных. Ну смотрите, для одной переменной проблемы вообще нет никакой. Потому что любой многочлен от одной переменной симметрический, потому что там менять не на что. И как бы он многочлен. Поэтому элементарная функция адреса это и есть согласие. Отлично. Давайте теперь посмотрим, пусть для n все замечательно, все верно. Посмотрим какой-нибудь многочлен от n плюс 1. Вот. И сделаем такую вещь. Вместо xn плюс 1 напишем 0. Что мы тогда получим? Мы получим функцию уже от n переменных. И между прочим, она симметрическая. Потому что если вы меняете только их между собой, то из-за симметричности f она симметрическая. Значит, через элементарные симметрические функции от x1 и так далее и xn это выражение каким-то образом выражается. Можно написать какую-то формулу. Давайте ее напишем. Значит, вот эта величина, этот многочлен, это есть какая-то функция, какой-то многочлен от e1 и так далее, en. Это сумма, e2 это сумма попарных проведений, e3 сумма проведений по 3 всевозможных, а e1 это произведения всех уксов. Отлично. Отлично. Мы получили какой-то такой многочлен. А теперь замечательная простая идея. Давайте мы вместо вот этих ешек, которые от x1 и так далее и xn напишем те же, той же, те же самые степеней ешки, только от n плюс одной буквы. Понятная идея? Вот представьте себе, у вас были такие выражения, альфа плюс бета, альфа плюс бета и альфа бета. А вы вместо них напишите альфа плюс бета плюс гамма и альфа бета плюс... Понятно? И вот, давайте прямо так и напишем. То есть величина такая f от e1 от переменных вплоть до xn плюс 1 и так далее, и так далее, и так далее, en от переменных вплоть до n плюс 1. Вот такая вот идея. Вот. Вот это выражение стало симметрическим. Потому что... От n плюс 1 переменных. Потому что вот эти вот элементарные симметрические многочлены, они симметрические. А от симметрических любой многочлен будет симметрический, потому что симметрия там уже внутри ее произошла. И осталось буквально чуть-чуть. В одном разности. Этот многочлен, по предположению, симметрический. Этот симметрический. Значит, разница какая? Симметрическая. Отлично. И у нее есть замечательное свойство. Если вы вместо xn плюс 1 подставите ноль, то вы получите... Понимаете? Вы получите вот это вот. И здесь у нас вот эти вот ешки, когда xn плюс 1, превратятся в старые ешки. И значит вся эта разница будет равна нулю. Это понятно? Понятно. Отлично. Вот. Итак, если вместо xn плюс 1 подставим ноль, то здесь получится ноль. Но выражение симметрическое. Значит, если вместо x1 подставим ноль, вместо x2, вместо x2, вместо x подставляете ноль, вы получаете ноль. Ну, замечательно. Что значит, что когда у многочленов вместо xn плюс 1 подставляешь ноль, то результат будет равен ноль? Это значит, что многочлен делится на xn плюс 1. Отлично. И значит, что на самом деле делится не только на xn плюс 1, из-за того, что он симметрический, а и на x1, и на x2, и на x2. Получается, что мы вот такую разность можем представить в виде произведения x1 и так далее, xn плюс 1 на какой-то многочлен. Ну, вообще-то он будет симметрический. Потому что он получается в результате деления симметрического многочлена на элементарно симметрический многочлен. Но степень у него на n плюс 1 меньше. А раз у него степень на n плюс 1 меньше, то можно считать, что для него он всё сделан. Ну, мы в продукции заказали. Значит, он выражается через элементарные симметрические. Вот это произведение и есть как раз els плюс 1 элементарное симметрическое многочленное. И значит у нас получилось, что вот эта разность выражается через элементарные симметрические. Осталось R большое перенести направо, и у нас все получилось. Вот это один из способов. Есть и другие способы, но давайте сейчас на этом с вертичными функциями остановимся пока. Можно вопрос на последок? Функция h от x1 и так далее до xn плюс 1? Конечно. В том-то идее. Получается деление этой разности на симметрические многочатки. Да. Вот их n плюс 1 примерно. И более того, это не просто многочатки, это симметрические многочатки от n плюс 1. В общем, не будем углубляться в разные способы играть с симметрическими функциями. В конце концов, не так важно. Одни дипломы теоремы показали.